Первый проект, который был признан одним из лучших в польском Люблине, физкультурно-споративный комплекс «Аквамарин», торжественно открытый в 2013 году в городе Столин. В основе проекта старые чертежи и инженерные решения, которые были осовременены. В итоге получился своеобразный с индивидуальными чертами объект. Универсальный зал с трибунами, два бассейна, помещение для игр в бильярд и теннис. Автор проекта Геннадий Костюкевич. Архитектор признался, что даже не знал, что его детище примет участие в конкурсе. Более того, принесет победу. От этого факта, говорит Геннадий Константинович, вдвойне приятно. Однако больше проектировщик гордится планом санатория для пенсионеров и инвалидов «Белая вежа», который также участвовал в конкурсе «Дом» и также был отмечен жюри почетным дипломом. Для Геннадия Костюкевича этот проект самый знаковый за почти 40-летнюю карьеру в институте. Там есть спальные корпуса, есть лечебные корпуса, есть водолечение. Изначально было запроектировано грязь и лечение, но потом от него отказались. И вот сейчас, только буквально два месяца назад достроился последний блок. Это зрительный зал своей вестибюлем. На базе военного городка в хорошем месте есть там и пруд небольшой, тропа здоровья, все, место хорошее. Проект хирургического корпуса областного онкологического диспансера, который был открыт в канун Рождества 2015-го, также получил хрустальный кирпич в престижном конкурсе. Старт современному этапу строительства был дан еще в конце 2010-го года. Впоследствии медицинский персонал и пациенты получили не просто хирургический корпус, а совершенно новые комфортные условия пребывания. В таком сложном деле, как онкология, это важно. Главный архитектор корпуса Александр Котович называет его «проект с бородой». Как выяснилось, неспроста. Фундамент под объект был заложен в далеком 1989 году. Однако, в силу известных причин, стройка была заморожена на неопределенный срок. А в 2004-м фундамент даже хотели разобрать. Благодаря реформированию системы здравоохранения сделать этого не успели. Строительство хирургического корпуса возобновилось. Диспансер модернизируется постоянно. Там улучшается и поликлиническое обслуживание булаторное. Недавно был закуплен маммограф, поставлен еще. Потом также лучевая терапия, химиотерапия. Все это вот на должном уровне. Но самый большой объем – это был именно хирургические процедуры. Поэтому корпус на 210 коек, в нем 5 отделений находится, плюс отделение реанимации и операционный блок. На счету у архитекторов Брест-проекта около 9 хрустальных кирпичей и множество наград с других национальных и международных конкурсов. И это неудивительно. Ежедневно в институте над проектами зданий для города, области и страны работают 385 сотрудников – профессионалов своего дела. К примеру, уже сегодня некоторые подготовленные ими проекты планируют реализовать в будущем году. Речь идет о второй очереди западного обхода – Брестском театре кукол, а также о строительстве Брестского автовокзала. Кстати, архитектором проекта выступил Валерий Кискевич, создатель театра Брестских кукольников. По задумке архитекторов, новый автовокзал появится именно на этом месте – по улице Аджиникидзе. Его основная цель – разгрузить транспортный поток по улице Мицкевича. Более того, построить подземный пешеходный переход, который соединит новое здание с железнодорожным вокзалом. По проекту здание будет двухэтажным со скатной крышей. По обе стороны – открытая зона ожидания и парковки, в том числе и для маршрутных такси. Сегодня проектная стоимость объекта составляет порядка 140 миллиардов рублей. По замыслу архитектора, на месте старого автовокзала будет большая парковка для транспортных средств, призванная разгрузить улицу Мицкевича. Однако о начале строительства говорить еще рано. Все зависит от финансовых возможностей гор и облбюджетов.